На несколько дней неотреставрированные залы Гатчинского дворца превратились в театральные подмостки. Работа в таких уникальных условиях – своеобразный дебют для молодых московских режиссеров. Экстремальность этой лаборатории и в том, что на постановку спектакля отводится всего три дня, а по его итогам проходит голосование. Каждый зритель делает выбор – забыть ли спектакль как страшный сон, отправить на доработку или оставить как есть. Импровизированная сцена и минимум декораций. Семинар лаборатории экспериментирует. По историческим руинам носятся полуголые девушки и молодые люди. Они изображают любовь, дерутся, кричат и явно не стесняются в выражениях. Начинающему московскому режиссеру Александру Сазонову участвовать в подобных лабораториях не впервой. Из пяти эскизов спектаклей в рамках фестиваля в Гатчине детища студента школы МХАТ, пожалуй, и самая неординарная. Спектакль «Жизнь удалась» пользуется неизменной популярностью у столичных театралов. Поставленная по пьесе актуального белорусского драматурга Павла Пряжко, постановка обнажает реалии сегодняшнего дня. Это спектакль современной жизни молодежи, в котором нет места сантиментам и морализаторству. Чего нельзя сказать о мате. Ненормативной лексике в спектакле «Жизнь удалась» отводится немалое сценическое пространство. Прибавьте к этому действу декорации культурного памятника, картинка получается весьма оригинальная. Но тем интереснее, утверждает режиссер. Где лучше всего играть жизнь удалась? Конечно же, на руинах чужого счастья, во дворце, который был уничтожен в годы Второй мировой войны. Это, наоборот, интересный, приобретает художественный смысл. Особенно в современной России, в современной ситуации, скажем так, театра, где все хотят сбежать, где все в поисках нового жанра. И поэтому, конечно же, когда мне это предложили, я сразу понял, что здесь можно получить интересный не только результат, но и процесс взаимодействия. По сценарию, братья Вадим и Алексей, учителя физкультуры, вступают в порочную связь со своими ученицами Леной и Анжелой. После окончания школы Лена выходит замуж за Алексея, изменяя ему с Вадимом и Анжелой. Деньги, подаренные на свадьбу, пара сразу же пропивает, а через три месяца Лена и Леша разводятся. Уволившись из школы, Алексей ставит стеклопакет, и Вадим работает на рынке продавцом. Лена и Анжела проводят время там же. Герои искренне верят, что их жизнь удалась. Такая непривычная для скромной провинциальной публики пьеса – пример современной драматургии. Московские гости уверены, такие постановки будут востребованы у новых молодых зрителей. Театр очень мало работает в современной драматургии. Для этого есть очень много причин. Но одна из таких причин – просто незнание, лень и нежелание искать новый сегмент публики. Потому что современная драматургия все-таки больше всего интересует молодежь. А театры привыкли работать с привычным сегментом, людьми, взрослыми, которые смотрят то, что привыкли смотреть. Уже в течение нескольких лет в театре малых городов России прибывает творческий десант, молодые режиссеры, театральные педагоги. За три репетиционных дня они делают постановки по современным пьесам и выносят их на суд зрителей. Но не как готовые спектакли, а как эскизы. Что на этом полотне требуется еще прописать, какие краски добавить, обсуждается потом вместе со зрителями. Такой новаторский перформанс проводится с подачи Государственного театра наций и Министерства культуры Российской Федерации и направлен на развитие театральной культуры провинциальных городов. В рамках проекта в Гатчине прошли мастер-классы, обсуждения спектаклей, читки пьес с участием московских специалистов и пять эскизов спектаклей, которые у большинства местной публики вызвали полный восторг. Спасибо. Спасибо. Спасибо.